Когда стоит заканчивать романтические отношения? Романтика означает, что вы смотрите на прекрасную сторону жизни. Это оставляет на вас гораздо более глубокий отпечаток, чем мыслительный процесс. Если с вами происходит подобное, не стоит превращать это в сделку. Когда моя будущая жена впервые увидела меня, она разрыдалась, и у нее не было другого выбора. Я сказал «Все, это она». Намаскарам Садгору, меня зовут Кшетич. Кусочек огромного пазла, в котором мы пытаемся разобраться, это наши встречи и отношения. И это то, в чем наша компания помогает молодежи, скажем, людям от 18 до 45 лет. Мы помогаем им разобраться. Один из основных вопросов, который возникает постоянно, и это огромный вопрос в личных взаимоотношениях. Когда стоит заканчивать романтические отношения? А когда есть смысл их продолжать? Потому что пока мы росли, мы видели отношения наших родителей, и они не кажутся... Джанам-джанам больше нет, да? Точно, никакого джанам-джанам. Просто этот джанам становится слишком сложным, и это происходит... Каждый месяц, да? Каждый месяц. Понимаете, у нас для всего есть срок годности, включая отношения между людьми. Существуют разные виды отношений. Но сегодня в Мумбаи вы используете слово «отношения», так как его используют американцы. Что это должны быть телесные отношения. Но это не обязательно. Существует множество разных отношений – деловые, семейные, дружба. Есть другие виды отношений, не так ли? Прежде всего, романтика означает, что вы смотрите на прекрасную сторону жизни. Наблюдать закат романтично, потому что большинство людей смотрят в экраны телефонов. На закат они тоже смотрят в телефоне, только позже, вечером. По сути, романтика означает, что вы смотрите на красивую сторону жизни. Только потому, что мужчина и женщина вместе, это еще не значит, что там есть романтика. Потому что человеческие отношения по-прежнему основываются на потребностях. Физические потребности, психологические, эмоциональные, социальные, финансовые – есть самые разные потребности. Для удовлетворения этих потребностей люди создают отношения. Но именно в тех отношениях, которые вы называете романтическими, романтика часто отсутствует. Все строится только на удовлетворении компульсивных потребностей. Компульсивные потребности существуют, и их необходимо удовлетворять. Одни удовлетворяют эти потребности достойно, другие – безобразно, неуклюже. Когда дело касается ваших эмоций и вашего тела, все происходит иначе, чем с мыслями. С помощью мыслей. Сейчас я могу играть с вами, а в следующий момент прекратить. Мысль очень подвижна. Но эмоции и тело оставляют внутри вас гораздо более глубокий отпечаток, чем мыслительный процесс. Не так ли? Когда накладывается этот отпечаток, скажем, вы заходите в приложение для знакомств, или как вы его там называете? Приложение для знакомств. Приложение для знакомств. Поскольку существует такое приложение, так же, как и сервис доставки еды, свиги, убер, одно, другое, этот ресторан, тот ресторан. Хорошо, закажем из всех пяти ресторанов. Люди так делают? Да. Поскольку существует приложение для отношений, если вы начинаете поступать так, то кажется, что это очень умно, потому что в этом приложении вы с одной, в другом со второй, в третьем с третьей. Будем надеяться, что они никогда не встретятся. Город достаточно велик, и не обязательно это должен быть один город. Технологии. Это невероятный инструмент. Мы должны искать способ улучшить свою жизнь с их помощью, потому что именно в этом суть технологий. Почему мы придумали столько механизмов? Представьте, что вы дерево. Корни удерживают вас на одном месте. Стали бы вы изобретать велосипед? Скажите мне. Нет. Потому что вы уже обладаете подвижностью, вы придумали, как доработать ее. По этой причине мы идем дальше, дальше и дальше. Мы отправляемся в космос только потому, что обладаем подвижностью. Из-за того, что мы умеем говорить, мы придумали микрофон. Если бы мы не владели речью, был бы когда-нибудь изобретен микрофон. Или телефон. У нас есть зрение, и мы придумали микроскоп, телескоп и другие скопы. То есть, по сути, каждое устройство, каждая технология, которую мы создали сегодня, это просто расширение тех способностей, которые у нас уже есть. В 60-х, 70-х годах влюбиться можно было только в соседскую девчонку, кем бы она ни была. А сегодня вы можете влюбиться в человека, до которого 15 тысяч километров. Или в 10 разных людей на каждую тысячу километров. Вы же говорили о том, что я проехал 30 тысяч километров. Существует приложение, и это хорошо, потому что иначе ваши родители найдут вам кого-то и скажут, вот девушка для тебя. Почему? Потому что у нее подходящий гороскоп, подходящий отец и так далее. Не знаю, зачем я вам это рассказываю, когда я собрался жениться, когда я встретил эту девушку, я знал только ее имя. Я даже не знал ее полного имени. Я решил, что она та самая. Пошел и рассказал отцу. Он спросил, кто она, кто ее отец, чем он занимается, где они живут. На что я ответил, я понятия не имею, кто он такой. Нет, ты не знаешь ее отца, не знаешь ее семью, не знаешь ничего. Как ты собрался жениться на ней? Я ответил, я женюсь только на девушке. У меня нет намерения жениться на ее отца. Только на девушке. Я никогда не искал ничего подобного в своей жизни. Думал, что все это не для меня, потому что я был слишком занят своими делами. Когда она впервые увидела меня, то разрыдалась, и у нее не было другого выбора. Она начала следовать за мной всюду, куда бы я ни пошел. И я сказал все, это она. Если кто-то почувствует, что по-другому никак, тогда да. Но не каждый приходит к такому. Тогда приходится договариваться. Сделки требуют управления. Любовь не нуждается в управлении. Сделкой нужно управлять правильно. Ты мне, я тебе. Сделки в одну сторону не работают. Да? Что бы это ни было, брак или рынок, выгодно должно быть обеим сторонам. Иначе ничего не получится. Не так ли? Если вы встречаете кого-то и чувствуете, что это подходящий вам человек, вам он нравится, вас к нему тянет, вы невольно думаете об этом человеке, вы смотрите в учебник и видите его лицо. Смотрите фильм, опять его лицо. Если с вами происходит подобное, не стоит превращать это в сделку. Поддайтесь этому. Ведь сладость эмоций — это лучшее, что может с вами произойти. Называйте это как хотите. Когда вы испытываете приятные эмоции, тогда у вас лучшая сделка с жизнью. Не пытайтесь найти кого-то посимпатичнее, побогаче, повлиятельнее или что-то еще. Вы только одурачите сами себя. АПЛОДИСМЕНТЫ